Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Поль Эмиль Коль. Французский художник, родился 16 августа 1867 года. Выходец из крестьянской семьи, выехал учиться в Париж в 1887 году и учился в школе декоративного искусства в Академии Колороссии. Проблемы со зрением вернули его в Нэнси, где он начал рисовать, изучая медицину. Затем он опять вернулся в Париж. Летом 1890 года присоединился к Филигеру в Понавине, где встретил Поле Гогена, Мейра Дехана и других художников. Впервые выставился в салоне Нэнси в 1890 году. Я хочу сказать, что данных очень мало. Все, что есть, то, что я нашел, и вам воспроизвожу. Так вот, он впервые выставился в салоне Нэнси в 1890 году. В Париже готовил медицинскую диссертацию. В 1891 году разработал технику кравировки перочимным ножом на дереве. Представил две акварели в салоне Лорена в 1892 году. Жюри отказалось выставлять большинство его работ. Его достижения с 1890 по 1900 годы отмечены школой Понтавина. Отказался от медицины в 1898 году полностью, после депрессии. Посвятил себя иллюстрации многочисленных работ Жюри Ренара, Анатолия Франца, Бориса Борре, Эдгара Алана Пола. Пейзажи, лотаринги, деревни и их жители продолжают вдохновлять его работы. Во время Второй мировой войны работал как врач Красного Креста. А Колин был одним из основателей общества оригинальной гравюры на дереве. В результате стал вице-президентом этого общества и был им с 1920 по 1935 год. После Первой мировой войны Колин продолжил свои гравировальные работы в качестве иллюстратора и больше посвятил себя живописи. Это, видимо, связано было все-таки со зрением. Путешествовал по Италии, Сицилии, Испании, Португалии, Марокко. Посещение этих стран является источником вдохновения для нового подхода к свету. Узей изящных искусств в Нэнси хранится его работа «Три пастуха под луной». А также большая коллекция гравюр. Хумер в возрасте 82 года, 28 октября 1949 года. Но так вкратце, конечно, данных очень мало о художнике Поль Эмиль Колин. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.